Друзья, я рад вас приветствовать уже не в первый раз на площадке прекрасного бутика The Counter. Спасибо в очередной раз за предоставленную трибуну, но на всякий случай еще раз представлюсь. Меня зовут Дмитрий Краснов, я являюсь бренд-амбассадором компании Luding, отвечаю в компании за крепкий портфель. И сегодня с радостью представлю вам один из легендарных, один из старейших коньячных домов. Это коньячный дом Готье. Поговорим, безусловно, об истории, поговорим о регламенте производства и, конечно же, поговорим об аргументических свойствах каждого из дегустационных образцов. Как я и говорил, дом Готье является одним из старейших коньячных домов во Франции. Но история была не так проста. История семьи начинается с 16 века, но дата основания компании, дата официального старта является 1755 год. Именно в этот год семье был дарован ордер, то есть разрешение на производство коньяка, подписанное, конечно же, самим королем Франции Людовиком XV. Именно с тех пор, с 1755 года, на протяжении вот уже 10 поколений, от отца к сыну передается мастерство купажа, мастерство дистилляции, мастерство производства. Но, безусловно, семья также следит за динамикой и современными веяниями. История семьи начинается в 16 веке, но в то время они еще не занимались производством коньяка, а занимались производством бочек из дубов леса региона Лимузен. Но в 1644 году Шарль Готье женится на дочке одного из региональных виноделов, и уже позже их внук Луи Готье к 1700 году начинает развивать производство коньяка. Производство коньяка располагается на берегах реки Ом. Это приток крупнейшей реки, реки Шаранта, располагающийся в одноименном департаменте, департаменте Шаранта. Именно здесь по сей день располагаются погреба, где возревают коньячные спирты. На этом предлагаю перейти к нашему первому дегустационному релизу. Это коньяк Готье Виес. Ассамбляж Виес состоит из 150 различных спиртов, которые выдерживались сроком от 2,5 до 10 лет. Готье Виес – это хорошо сбалансированный коньяк, купаж которого составлен из урожая финбуа и бонбуа. Если описать этот коньяк в трех словах, я бы сказал, что это изящный, щедрый и фруктовый коньяк, конечно же, с присущей его возрасту яркостью и, безусловно, силой. Если говорить об органолептике более подробно, об органолептике коньяка Готье Виес, то нельзя не отметить фруктовые пряные ароматы, а также и дубовые оттенки, и оттенки ванили. Все это дарит нам, безусловно, те прекрасные бочки, в которых выдерживается этот потрясающий коньяк. Нельзя, конечно же, несколько слов не сказать о традициях производства, учитывая то, что традиции производства коньяка сугубо регламентированы. Часть из этих требований, то есть напиток, в принципе, имеет право называться коньяком, если при его производстве соблюдается ряд безусловных требований. Первое, естественно, одно из ключевых, это то, что напиток должен быть произведен исключительно в регионе коньяк, который, в свою очередь, поделен на шесть участков. Шесть участков, которые называются крю. Для коньяка Готье используются только лучшие виноградники, всего лишь четырех из этих крю. Это Гранд Шампайн, Птиц Шампань, Кингуа и Бон Буа. Помимо этого, напиток имеет право именоваться коньяком, если используются определенные сорта белого винограда. Основные из которых, это, конечно же, униблан, фоли-бланш и коламбар. Далее, конечно же, следующий необходимый этап – это этап дистилляции. Согласно регламенту, дистилляция происходит в два этапа, то есть дистилляция двойная, причем вся партия должна быть дистиллирована в период с 15 ноября года урожая до 31 марта следующего года. Что касается особенностей перегонных кубов дома Готье, это, как правило, исключительно маленькие кубы, что позволяет ровнее распределять температуру. Таким образом, спирты выходят более сбалансированные, благодаря более мягкому контакту жидкости с медью куба. На этой ноте предлагаю перейти к следующему дегустационному релизу. Это, конечно же, Готье VSOP. В чем отличительные особенности ассамбляжа именно этого релиза? Здесь в составе 250 коньячных спиртов, возраст самых старших, из которых достигает 25 лет. Ну, опять-таки говоря, вкратце о органолептических свойствах. Это чувствуются цукаты, безусловно чувствуются дубовые некие нотки. И все это продолжается исключительно яркими цветочными нотками, как в ароматике, так и во вкусе. Девиз коньячного дома Готье звучит, как «Я хозяин леса». Конечно же, произносится он на старо-французском, не рискнует, а звучит и отсылает, безусловно, к наследию семьи, к наследию компании. Как я и говорил, изначально семья Готье занималась производством бочек. Именно поэтому мы можем говорить об особой экспертизе, об особо тщательном отношении к выдержке коньячных спиртов в бочках из лимузенского дуба. Что касается погребов, также я уже говорил, что они с 1755 года располагаются на берегах Кей-Ом в департаменте Шаран по сей день. И исключительно влажность определяет эти погреба. То есть от 85 до 90% влажности, что сравнимо с традиционной влажностью в сигарном химидоре. Ну и здесь предлагаю перейти к третьему дегустационному образцу. Это, конечно же, коньяк Готье Иксо. Здесь уже значительно более выдержанные спирты. Самые старшие образцы этих спиртов достигают 40 лет. То есть только проведя именно это долговременное время в бочках, они поступают к мастеру купажа, Элизабет Купри, о которой мы поговорим чуть позже. И она в свою очередь уже составляет купаж этого интереснейшего релиза. В трех словах, опять-таки, это гармоничный, ароматический и интенсивный вкус. С присущей, безусловно, его возрасту мягкостью. Богатая и гармоничная смесь старых, выдержанных одуви дарит ту самую щедрость во вкусе, великодушие, если можно так сказать. Что касается каких-то конкретных органолитических нот, которые можно здесь отметить, опять-таки, цукаты, хлеб, возможно, даже, плюс корица и, безусловно, цветочные фруктовые оттенки. Ну, раз уж коснулись мастера купажа, Элизабет Купри, хочу пару слов, конечно, рассказать про нее. Ее семья занималась производством вина коньяков с 1750 года. То есть, она буквально впитала ароматы виноградников, жар дистиллерий, которые располагаются поблизости, что создало фактически уникальную органолептическую память, которая является важнейшим, в принципе, столпом в ее очень тщательной и очень филигранной работе. Следующий дегустационный образец – это, опять-таки, уникальный коньяк Готье, Готье Пина Дерлио Иксо. Опять-таки, исключительно выдержанные спирты, но в чем особенность этого коньяка? Этот коньяк называют сигарным, потому что в его создании принимал участие уникальный человек, человек, которого зовут Александра Робейна. Это уникальный мастер купажа сигар с острова Куба, который, к сожалению, уже скончался, но оставил нам свое наследие. Этот коньяк специально подобран для того, что ассамбляж этого коньяка, прошу прощения, специально подобран для любителей сигар и адресован любителям сигар. Что касается органолептических свойств именно этого релиза, здесь уникальный ассамбляж спиртов, конечно же, из разных крю. Мы говорим о бордери, гранд-шампань и птич-шампань. Что дают именно эти спирты? Во-первых, это мягкость бордери, и это, конечно же, элегантность и изысканность гранд-шампань. Помимо этого, пожалуй, важнейшей отличительной особенностью этого релиза является то, что в составе ассамбляжа этого коньяка есть спирты, которые датированы 1800-ми годами. Представьте, какой возраст присутствует именно в этой бутылке. Назван коньяк в честь знаменитой Кубинской долины Пиннадерлио, где произрастает лучший табак для производства кубинских сигар. Ну и, конечно же, нужно более подробно поговорить об органолептике. В принципе, вы можете наблюдать, что и цвет значительно отличается от всех предыдущих релизов. Помимо этого, конечно, это сильный, интенсивный коньяк. Очень много сухофруктов, именно изюмное. В принципе, коньяк, как я и говорил, идеально подходит для того, чтобы комбинировать его с сигарами. Следующий дегустационный образец – это коньяк Готье 1755 Экстра, названный по году основания официального старта производства этого прекрасного коньяка. В чем его особенности? Во-первых, спирты. Выдержка от 10 до 40 лет. И, конечно же, уникальные органолептические свойства. Комплексная ароматика ванилия, комплексная ароматика специй. И все это обрамляется ярким, мощным вкусом, но в то же время мягкой, которая обуславливает выдержка спиртов. Ну и финальный образец – это, безусловно, жемчужина, пожалуй, всей коллекции. Это релиз «Иден». В чем его особенности? Это, конечно же, роскошный купаж различных спиртов, которых более 800 из разных регионов, из, вернее, разных крю. Наконец же, уже Grand Champagne, Petit Champagne и Finbois. Специально отобранные мастером купажа именно для этого релиза. «Иден» переводится как «Эдем» или «Рай». Это погреб, то место, где по традиции выдерживаются самые старые спирты. И именно из них был отобран купаж, ассамбляж этого прекрасного коньяка. Как я и говорил, более 800 старейших спиртов. Изящный и интенсивный букет цукатов, которые знакомы нам по профилю предыдущих коньяков, которые мы попробовали. Но здесь также включается, обрамляет все, можно сказать, изящная ароматика меда. Она же продолжается и в интенсивном вкусе этого прекрасного релиза «Гатье». Что ж, друзья, на этом все. Хочу вас поблагодарить за внимание. Также огромное спасибо за трибуну прекрасному бутику «Декантер». Надеюсь, увидимся мы не в последний раз. Пейте ответственно, пейте коньяки «Гатье». Всего хорошего.